Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Сезон «Новые трюки старые», что исполнили нардепы в первый день сессии. Депутаты против дипломата. Почему парламентарии объявили бойкот послу Германии? И снова обыски. Приходили ли следователи к народному депутату Масийчуку? Сессия новая, сценарий старый. Хорошенько отдохнув, народные избранники восьмого созыва нырнули в работу. Слушали гимн, делали громкие заявления, спорили, сокрушались. Удалось ли принять конкретные решения и существуют ли в природе темы, которые способны объединить тех, кто сейчас работает под куполом? Екатерина Лысенко подробнее. Министры, дипломаты и гимн Украины в исполнении хора Ревудского. С утра в парламенте, открытие шестой сессии и вроде как старт нового политического сезона. Спикер обращается ко всем нардепам сразу с просьбой не игнорировать работу в зале. Никто не сможет пояснить, смотря в очи хлопцов, замерзших окопов Схидного фронта, почему и нет тебя на рабочем месте в парламенте воюющей Украины. Нет времени на работу в социальной зале. Складайте мандаты и занимайтесь своими приватными бизнесами. После торжества депутатов обычная работа, но результата ноль. Традиционно громкие заявления и традиционно полярные взгляды на принятие решений. Нужно прекратить, как мантры, сейчас вымолвать АТО. Это не АТО, это война. Нужно прекратить все это шахрайство и выполнять 106 статью Конституции и ввести наконец военный стан в Донецкой и Луганской области. И это первый шаг к миру. Мы должны сейчас думать не про ведение или не ведение военного стану, а про то, чтобы закрепить тот факт войны, который мы сегодня имеем, и факт оккупации. Фракция «Народный фронт» заявляет про необходимость ухваления стратегии и плану освобождения Крыма и Донбасса. И традиционно, как бы долго ни говорили о ситуации на Донбассе, голосование все расставляет на свои места. Обращение к парламентам мира с просьбой осудить эскалацию вооруженной агрессии РФ против Украины, нардепы на утреннем заседании принять не сумели. Всего 203 голоса «за». Утвердили только на вечернем. Провалили народные избранники и законопроект о добыче янтаря из-за критики в специальной комиссии. Они имеют и очень серьезные зауважения, и такие, что касается лоббитских сфер и экологии. И поэтому комиссия своим заявлением обратится к уряду, что такие серьезные законопроекты и решения должны быть работены именно урядом. Теперь нардепы ждут, что правительство разработает свою версию легализации добычи янтаря и свое видение борьбы с незаконными копателями. Мы требуем от уряда подготовить закон о выработке бурштину, потому что те военные действия, которые начались в центре страны, в Житомирской области, на Рівненщине, они показывают, что идет про распредел рынка, гинут люди в мирный час на территории, которая далека от Схода. Если сегодня бурштин, извините мне, только имеет право правоохоронцам и криминальным структурам идти в кишени, а местовые бюджеты, которые сегодня потерпают звід нестачи крошей, тоже не имеют этих возможностей. И таким образом, на сегодняшний день, мы просто размазали свое майбутнє. Впрочем, сегодня вообще не сложилось с голосованиями. Итог утреннего заседания – увеличенный штраф за мусор в лесу и неосторожное обращение с огнем. Да и то документ приняли с нескольких попыток. А вот повестку дня не то что в сессии, а даже недели утвердить так и не смогли. Не было запропоновано свое видение порядку денного минимум с семи комитетами. Если мы не видим позицию комитета, то формовать и принимать порядок денный на всю сессию абсолютно нелогично. Ополляционные депутаты принципиально не заводят в зал те законы, которые не их. То есть законы оппозиционных депутатов попасть на голосование не могут. Ни одного моего законопроекта нет. Я не буду поддерживать такой план. А что может сменитись? Ну ничего не может сменитись. Ну, цей парламент працюет так, как он працюет. Он такого склада, который он есть. Еще раз подкреслю, абсолютно очевидно, что нема никакой большинства в этом парламенте. Абсолютно очевидно, что цей парламент сегодня не отображает волевыявления украинского народа. Так что теперь депутатов каждый день ждут законодательные сюрпризы. Никто не знает, что будут вносить в зал и готовятся к голосованию, не ведая, за что предстоит голосовать. Екатерина Лысенко, Ольга Рысер, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Депутаты сегодня тоже преподнесли сюрприз немецкому послу. Парламентарии решили проигнорировать приглашение дипломата на празднование 25-й годовщины со дня открытия миссии. И объявили об этом прямо в сессионном зале. Почему и чем это может обернуться? Давайте посмотрим. Вот это интервью наделало сегодня много шума. Чрезвычайный полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель поговорил с корреспондентом о двое из изданий, о минских соглашениях. Заявил, что обе стороны их не выполняют. Но депутатский Димаш спровоцировала вот эта фраза дипломата. Не обязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. В Райде сразу два профильных комитета выступили с заявлением праздник в честь открытия немецкого посольства бойкотировать, а посла вызвать на ковер в МИД. Мы считаем, что такая заявка посла Немеччины в Украине идет в разрез с официальной политикой Немеччины, суперечит минским договоренностям, позиция парламенту очень четкая. Никаких выборов на Донбассе не будет до того времени, пока российские войска не заберутся геть с украинской территории, пока украинские войска не повернут контроль над украино-росийским кордоном. Я считаю, что посол зашел немного в своей заявке. В жовтне прошлого года были две резолюции, в которых абсолютно четко сказано было, что без обеспечения соответственной безопасной складовой никаких выборов на Донбассе быть не может. Свою позицию в интервью посол аргументировал историческим фактом. Дескать, такое уже было в Германии. Последние парламентские выборы в ГДР прошли в присутствии западной группы советских войск. Подобное сравнение депутатов возмутило. Посла Германии все же вызвали в МИД для объяснений, пока официальная позиция ведомства не озвучена. Как бы то ни было, после скандала посол Германии отменил свою сегодняшнюю пресс-конференцию. И буквально только что на сайте МИДа появилась информация о том, что с послом Германии поговорили в ведомстве и обратили его внимание на недопустимость выборов в присутствии российских войск. Никакого бойкотирования немецкого посла со стороны Рады не будет. В этом убеждена народный депутат от оппозиционного блока Юлия Левочкина. Подобные предположения нардепов она расценивает как проявление политической незрелости. А бойкот этот может нанести удар по отношениям с одним из главных зарубежных партнеров Украины. Да и повода для подобной акции, по мнению Юлии Левочкиной, нет. Поскольку посол своим выступлением продемонстрировал, что искренне желает скорейшего мира в Украине. В то время как в Украине депутаты спорили о заявлениях немецкого посла, канцлер Германии по телефону обсуждала ситуацию на Донбассе с президентом России. Разговор состоялся по инициативе Германии. Говорили об эскалации конфликта и перспективах реализации минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. А канцлер Германии после беседы с Путиным рассказала, что они обсудили возможность встречи в нормандском формате и новые дипломатические усилия для прекращения огня. Сегодня мы с Владимиром Путиным по телефону обсудили ситуацию на Донбассе. Договорились о дальнейших шагах, которые могут быть приняты в рамках нормандского формата. Ситуация до сих пор неприемлемая. Минские договоренности не реализованы. Об этом Ангела Меркель рассказала в Варшаве во время встречи с польским премьером. На переговорах с Беатой Шидла обсуждалась также возможность отмены санкций против России. Стороны сошлись на мнении, что пока оснований для этого нет. Не видит оснований для отмены ограничений комиссар по вопросам европейской политики соседства Яхан Эсхан. По его словам, ограничения были введены в связи с нарушением международного законодательства, а ситуация никак не изменилась. Яхан Эсхан также добавил, что судьба санкций напрямую связана с выполнением минских договоренностей. Еще одна жертва войны на Донбассе. 15-летний парень погиб в результате обстрела боевиками из минометов в поселке Курдюмовка. Это недалеко от Торецка. Тем временем в Авдеевке противник не прекращает огонь по украинским позициям. Все подробности узнаем от Ярослава Кречка. В Авдеевской промзоне днем слышны одиночные взрывы и время от времени стрелка дня. Прошедшую ночь военные называют относительно спокойной. Боевики били из пулеметов, гранатометов. Утром работал вражеский миномет. Но в целом интенсивность обстрелов значительно ниже, чем на прошлой неделе. Вот эта воронка глубиной фактически полтора метра. Яркий пример того, насколько мощной артиллерией боевики били по позициям украинских военных. Руслан один из многих бойцов 72-й бригады, которые во время боев на прошлой неделе отражали атаки противника именно на отбитые у боевиков позиции. Хотел бы высловить подяку тем людям, которые были за мной. Ни в одному, ни на хвилину не сомневался. Все молодцы, все герои. Бои шли практически круглосуточно. На отвоеванных позициях приходилось особенно тяжко. Боевики их досконально знали. К тому же укрыться там было практически негде. Минусовая температура. Вкопаться в землю майже неможливо. Грызли там в ночи киркою, грызли, колоды тягали, перекрывали, накрывали, робили все от них залежно. И это все под в огнем противника. Дуже влучно обстреливают артиллерии. Это сказать, что у них артиллерия туда добре пристрелена. Это их, мабуть, образить. 40 человек тупо вас расстреливали. Одно старались. Ничего с ним не получилось. Уже вторые сутки боевики на штурм не идут. Но постоянными обстрелами держат военных в напряжении. У них нет достаточно сил таких, чтобы штурмировать такое место, как Авдеевка. Они все свои силы кидали на одну несчастную позицию, и они ее не могли взять. То там горят военные, где им, какое место брать. В самой Авдеевке с понедельника активно ремонтируют разбитые дома. Спасатели латают окна и крыши. Работают 7 бригад. Но пока полностью огонь боевики не прекращают. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Почти год назад под Мариуполем группа неизвестных автоматчиков при поддержке нескольких вездеходов с пулеметами захватила местный нефтеперерабатывающий завод. Выгнала оттуда государственную вооруженную охрану, а потом планомерно вывозила с предприятия стратегическое оборудование при полном бездействии правоохранителей. Наши корреспонденты выясняли подробности этой резонансной истории. В принципе, это было сердце всего этого предприятия. Нефтеперерабатывающий завод. Без него это просто пустое. В одной емкости, в принципе, больше ничего. До войны Мариупольский нефтеперерабатывающий был одним из самых новых в Украине. С уникальным современным оборудованием он обеспечивал топливом всю Донецкую область. С началом боевых действий у собственников завода возникли проблемы с поставками нефти из России. Предприятие остановилось, кредиты нечем погашать. Комплекс с дорогостоящим оборудованием передали банку, ранее выдавшему кредит, на его покупку. Но ценный актив почти на передовой слишком лакомая мишень. Первый конфликт произошел 22 апреля 2016-го, когда на завод прибыли государственные исполнители. Вскоре на них напали неизвестные. Киевских исполнителей просто вытолкали физически отсюда с угрозами. А местных исполнителей, начальника местной исполнительной службы, ему досталось безбольно битой. И они, скажем так, испугавшись, все сели в машину и уехали отсюда. На этом фото зафиксирован один из нападающих. Только 12 мая по этому делу открывают уголовное производство. 1 июня 2016 года предприятие под охрану берет государственная полиция охраны. Периодически неизвестные угрожают полицейским, требуя, чтобы они покинули объект. Вот служебная записка от 3 июля. Кульминации ситуация достигает 8 июля 2016-го. На территорию базы въехало два военных хамера, в убив ворота. Зашла группа вооруженных людей в камуфляжной одежде без знаков распознавания. Они поставили под оружие полицию охраны и заставили их покинуть данный объект. Об этом мы получили официальное письменное уведомление. Сразу непосредственно после данной ситуации, когда объект был захваченный, никаких мер по его освобождению, либо по, по крайней мере, блокировке людей, которые здесь находятся, принято не было. Государственная охрана покидает объект по указанию вышестоящих органов. С нами на связь вышел один из очевидцев тех событий. На условиях конфиденциальности он сообщил следующее. Все люди, которые приехали, органы, постояв какое-то время, развернулись и уехали. Полиция ГСО готова была освобождать объект захваченный, но со стороны подкрепления прибывшего органов не было команды свыше от руководителя органов. На следующий день, 9 июля, полиция открывает уголовное производство по статье «Вооруженный захват зданий и сооружений». Но о краже дорогого оборудования ни слова. Тем не менее, в течение 10 дней люди, захватившие завод, беспрепятственно при помощи трех большегрузных кранов демонтируют и вывозят самое ценное оборудование. Установку по перегонке нефти ценой около 4,5 миллионов долларов. Все, что здесь находилось, на этом месте, комплекс по переработке нефти, был полностью загружен, демонтирован и загружен в контейнеры. Машины грузовые с контейнерами выезжали отсюда, с территории, двигались вдоль посадки, минуя блокпост. Данный автомобиль сопровождал военный джип. Позже по делу открывают еще два уголовных производства. По факту тайного похищения оборудования и через решение суда о бездействии прокуратуры, по факту вооруженного огнестрельным оружием разбоя. Впрочем, в правоохранительных органах на большинство вопросов отвечают тайно следствия. Да, если есть такая информация, прибыли сотрудники Кальминского отдела полиции, руководство сюда прибыло. Почему так сложилось, как вы говорите, почему они не задержали их? Это сейчас, пока не мере, комментировать не смогу, потому что я уже на саде судебного расследования могу рассказывать. То есть я там на месте не находился, поэтому комментировать. Какие-то служебные проверки проводились внутренние, внутренние служебные? Нет, тоже не проводились, не известно по этому. Ну а главный полицейский Донецкой области на вопрос о том, кем же являются вооруженные пулеметами захватчики, позволяющие угрожать полиции, и почему бездействовали правоохранители, долго рассказывал о возрождении Донецкой полиции в условиях войны, о проблеме имущественных споров в околофронтовых районах и о проплаченных журналистах. Да, действительно, спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Я знаю, что идут проплаты определенным каналам для того, чтобы этот вопрос будировать. И не просто так его задают здесь. Тем временем местонахождение стратегического оборудования неизвестно. Учитывая близость линии фронта и государственной границы, оно вполне могло попасть к боевикам или даже в Россию. И работать уже там. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, телеканал Интер. Расследовать зачистку организаторов торговой блокады, так называемой ДНР, призывают народные депутаты. Напомню, вчера между полицией и активистами, блокирующими дорогу вблизи Бахмута, произошло столкновение. Все подробности узнаем от Ирины Романовой. Первыми о стычке на дороге возле Бахмута Донецкой области сообщили на своей странице в Фейсбуке активисты штаба блокады торговли с оккупантами. Мол, накануне остановили автобус с тетушками, который сопровождала полиция. При попытке задержания правоохранители применили дубинки слезоточивый газ. Чуть позже свою версию произошедшего тоже в соцсетях изложил начальник Донецкой полиции Вячеслав Оброскин. Мол, неустановленные лица в балаклавах заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и аварийных служб. Поэтому полиции трассу пришлось расчистить. Позже появилось видео, в котором фигурирует нардеп от самопомощи Семен Семенченко и главный полицейский Донецкой области. Вот он. Ты негодяй! Ты негодяй! И убери свое пузо отсюда! Ты негодяй! Представьтесь, будь ласка! И главный улыбочка очень быстро уйдет с твоего лица. По следам вчерашнего инцидента Вячеслав Оброскин сегодня созвал целую пресс-конференцию. Для полиции Донецкой области неинтересно, тетушки это, либо нет тетушки. Была перекрыта дорога, и мной было принято решение, я дал указание, непосредственно находясь на месте, разблокировать дорогу. По факту использования спецсредств в полиции назначено служебное расследование. Материалы передадут в областную прокуратуру. А вот по факту блокирования автодороги открыто уголовное производство. Люди были все установлены, порядка 28 человек. Среди них есть как ранние судимые, так и лица без постоянного адреса проживания. Недавно никому право блокировать дорогу в военное время. Об отследенции на автотрассе и действиях полиции говорили сегодня и парламентарии. В данной ситуации порядок в Украине должен быть. Никто не может узурпировать свое право на то, что они будут своими действиями установить силовым методом, установить правила, которые они хотят. Люди в форме украинской полиции напали на ветеранов цієї войны за независимость. Труили газом, сбивали с них, додавали палецами по головах. Мы просим комитет правоохоронной деятельности. Розглянути цей напад. Розглянути особистую ответственность Донецкого, Севастопольского генерала Оброскина. Розглянути ответственность министра внутренних справ, без якого такие операции не мают бути можливыми. Провести заседание профильного комитета Нордеп требует незамедлительно. Ирина Романова, Ольга Рыцарь. Подробности. Телеканал Интер. Если блокада дорог, которые соединяют оккупированные территории Донбасса и подконтрольные украине населенные пункты затянется, это может привести к веерным отключениям электроэнергии. Об этом сообщил сегодня министр энергетики и угольной промышленности. До конца марта, по словам Игоря Насалика, запасов угля для теплоэлектростанции еще хватит, но дальше могут начаться проблемы. Перемещение вугилля из зоны АТО – это не купля-продажа. Антрацитовая группа вугилля, которая поставляется из зоны АТО, она вырабатывается на украинских шахтах, которые зарегистрированы на украинской территории. Я хочу на этом наголосить. И снатр, который принадлежит Украине. Если необходимые какие-то решения, и государство принимает политическое решение про блокаду, министерство и кабинет министров выполняет полностью ее распоряжение. Если будет полностью перекрыта зона АТО, мы перейдем до веевых отключений и до обмежений в генерации. Если уголь из оккупированных территорий перестанет поставляться на украинские ТЭС, ведомство, конечно, найдет ему замену, заверил министр. Будут покупать топливо в ЮАР, Австралии и Китае. Идут переговоры также о закупке миллиона тонн антрацитов США. Но нужно учитывать, отметил Насалик, что если будем закупать импортное топливо, то его придется ждать около двух месяцев. А в самой Америке наделало шумо очередное интервью Дональда Трампа. Американский канал Fox News выдал в эфир разговор Билла Орелли с президентом. Говорили и об Украине. О чем поведал новый хозяин Белого дома, узнаем от Дмитрия Анопченко. Лучшее эфирное время. Один из лучших ведущих страны. Ироничный и мегапопулярный Билл Орелли. Fox News. Единственный канал, который в ходе избирательной гонки открыто поддерживал Трампа и теперь на его стороне. Интервью вышло конструктивным, но жестким. Чего только слова ведущего о Путине стоят. За которые Орелли в итоге все-таки решил не извиняться. Он спросил Трампа и об Украине и получил достаточно неожиданный ответ. По словам нового американского президента, США не до конца знают, что происходит на Донбассе. Вот послушайте. В течение 24 часов с момента, как вы поговорили с российским лидером, пророссийские силы активизировали боевые действия в Украине. Вы восприняли это как оскорбление? Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Мы не знаем, контролируется кем-то эти силы или не контролируются. Такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если... Но посмотрим. Сложно сказать, что имел в виду Трамп, когда начал фразу «Я удивлюсь, если и оборвал ее, не желая договаривать». В любом случае, украинский вопрос, американские СМИ держат в фокусе внимания. Потому что тема о ситуации на фронте оказалась в перечне самых важных для страны проблем, о которых спрашивал ведущий. Эмиграция, протесты, отношения с демократами и Обамой, Иран. А Иран Трамп назвал террористическим государством номер один в мире. И понятно, что этой стране новая администрация будет уделять особое внимание. В этом же интервью новый американский президент сказал, что фискальную реформу он проведет до конца года и урежет налоги. А вот реформу здравоохранения, отмену нашумевшего Обамакэр сможет провести лишь в 2018 году. Трамп дал понять, что протесты его не остановят. И миграционные запреты останутся в силе. Хотя с таким сопротивлением, как сейчас, еще ни один современный американский президент в первые недели своей работы не сталкивался. Против победителя выборов демократы объединили и бывших топ-политиков, и крупный бизнес. А вот теперь еще и мэров городов, чтобы, пока с его инициативами борются в судах, пытаясь отменить, на местах новшество потихоньку саботировали. Саботаж Трамп обнаружил и здесь, в Белом доме. Он подозревает, что бюрократы, оставшиеся еще от команды Обамы, сливают в прессе всю информацию, информируют журналистов о каждом его шаге. Но поскольку доступа к телу нет, то эта информация часто не точна. К примеру, Нью-Йорк Таймс опубликовала сенсацию. Мол, вечерами в Белом доме Трамп в халате постоянно смотрит телевизор. Вместо того, чтобы страной управлять, помощники дозваться его не могут. На что отреагировала пресс-служба Белого дома? Дескать, у президента сейчас даже халата нет, не то что времени на телепрограммы. И такие скандалы каждый день сейчас не до стандартов журналистики. Пресса откровенно не взлюбила нового главу государства. И похоже, что это взаимно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Не взлюбили Трампа не только американские журналисты. Новый президент США буквально расколол на две части британский парламент. За какие высказывания относительно хозяина Белого дома может лишиться своей должности спикер палаты общей. Наш Сапкор в Лондоне. Оксана Кундеренко подробнее о Трампе раздора. Честь, которой удостаивались немногие мировые лидеры и выдающиеся личности. Красный ковер и право выступить перед обеими палатами британского парламента в Большом холле Вестминстерского дворца. Честь, которая может не выпасть дому конкретному президенту США Дональду Трампу. Мы ценим отношения с Соединенными Штатами. И если государственный визит состоится, то я как спикер ничего не смогу сделать. Но поскольку все здесь обеспокоены, я чувствую, что наше противостояние расизму, сексизму и наша поддержка равенства перед законом и независимого государства сыграют роль в палате общин. Редкие овации от оппозиционных депутатов и пустые лавки правящих консерваторов. Не мудрено, что Тори сразу же бросились критиковать спикера, который по закону обязан соблюдать нейтралитет. Он лишился нашей поддержки, потому что совершил партизанский поступок. Его позиция грозит наказанием. Американские коллеги тоже не обрадовались. Я очень разочарован, ведь за многие годы это самый пробританский настроенный президент США. Может новый хозяин Белого дома и настроен дружелюбно по отношению к Великобритании, но граждане королевства Трампа недолюбливают против его государственного визита. Люди вышли на массовые акции протеста, требуя понизить ранг до официального и готовы устраивать демонстрации снова и снова. Депутаты не знают, что делать. С одной стороны, против политики кабинета Мэй консерваторы не пойдут. С другой, открыто противостоять спикеру, который успешно проработал на посту 9 лет, тоже недальновидно. Спикер обладает огромными правами в зале заседаний и выбирает, кому давать слово. Если вы не окажетесь в списке его друзей, то он может просто вас игнорировать. Упреков в адрес Беркоу вылилось немало. Дескать, он обязан уважать не определенного человека, а саму должность демократически избранного президента. Приглашаю вас, мистер президент, выступить перед нами. Впрочем, спикер и раньше приветствовал лидеров, чьи ценности в объединенном королевстве не всегда разделяли. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В 10-летней американской визы лишился лидер радикальной партии Олег Лешко. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. Другие неприятности у его однопартийца Игоря Масичука. Он заявил о том, что генпрокуратура провела обыск в его приемной и офисе его адвоката. Нардеп обвиняет ГПУ в политическом давлении, однако на Резницкой утверждают, что следователей в приемной Нардепа не было, да и дело вовсе не в политике. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Обыск в квартире адвоката. СОС. Такое сообщение ранним утром разместил в Фейсбуке Андрей Мамалыга, известный правозащитник и помощник нардепа Игоря Масичука. Он указал адрес и призвал на помощь журналистов. Мамалыга уверен, это месть за его адвокатскую деятельность. Это и есть помощь, особенно у пана Столярчука, заступника генпрокурора, за мою деятельность. Он действовал процессуальное руководство в истории Игоря Масичука, в истории Олексея Бевзюка. Сразу в дом Мамалыга следователей не пустил. Вызвал коллег из Совета адвокатов. В их присутствии и работали представители ГПУ и СБУ. В квартире они ничего не нашли. Обыск продолжили в офисе. Но попасть внутрь опять же смогли не сразу. Адвокаты и активисты требовали разъяснений. Позже стало известно, следователи искали документы. По данным ГПУ, правозащитник Андрей Мамалыга и еще один адвокат Леонид Сиваков, соучредители предприятия с ограниченной ответственностью Свет. И они незаконно уменьшили долю их третьего партнера. Он и подал на них в суд. Открыто уголовное производство. Якобы Мамалыга и Сиваков переоформили в собственность другой фирмы вот это помещение площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. Практически в центре Киева. Сейчас эти склады сдаются в аренду. И сегодня здесь тоже были обыски. Мамалыга уверяет, не имеет к этому делу никакого отношения. Я никаких действий на завладение чужим майном не выполнял. Была история, когда мне запропонировали стать участником, то есть властником корпоративных прав. Я вошел в склад товариства с уменьшенной ответственностью, но через несколько месяцев меня из этого склада выключило своим решением Министерства юстиции. Сегодня же обыски следователи ГПУ пытались провести в приемной Игоря Масейчука в Василькове. Об этом заявил сам нардеп. Мне поведомило, что пришли представители Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины до меня в громадскую принимальную в городе Василькове. После этого мне зателефонировал генеральный прокурор Юрий Виталий Шевценко. Поведомил, что мне это не относится, что есть подозрение, может быть какие-то документы, суд дал дозрение. Я говорю так, будь ласка. Тем временем в ГПУ заявили, что обыски не имеют никакого отношения ни к адвокатской деятельности Андрея Мамалыги, ни к нардепу Масейчуку. Они связаны лишь с фактом захвата помещений. Как оказалось, офис второго адвоката, который фигурирует в деле Леонида Сивакова, находится там же, где и приемная нардепа Масейчука в Василькове. Алла Матюшок, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Бывшего президента Франции Николая Саркази обвиняют в сокрытии реальных расходов на избирательную кампанию в 2012 году. Тем временем продолжают разгораться страсти вокруг нынешней президентской гонки. В каких финансовых махинациях засветились главные фавориты этого сезона, расскажет Алексей Пшевыцкий. Элитное шампанское, трюфели и массовки обожателей с флагами. Избирательной кампанией Николя Саркази в 2012 году позавидовали бы многие украинские политики, будучи уже в президентском кресле и решив баллотироваться на второй срок, Саркази провел агитационную кампанию в лучших традициях американских выборов. Полные стадионы, театральные постановки на сцене, изысканное ясло для вип-гостей. Вот только если американским избирателям такое по вкусу, французы старания Саркази тогда не оценили. Назвал его шоуменом и выбрали Франсуа Аланда. Многие тогда удивлялись, как это Саркази удалось оплатить все счета, ведь для кандидата во Франции на агитацию установлен лимит не более 20 миллионов евро. Но вот теперь выяснилось, любитель трюфеля и шоу потратил два раза больше и тщательно это скрывал, в том числе через фиктивную бухгалтерию. Предстоящий судебный процесс уже окрестили делом Бигмалион по названию пиар-агентства, которое и занималось агитацией для экс-президента. Сан Саркази все обвинения опроверг назвал фарсом, но вот его коллеги по республиканской партии более осторожны. Мы посмотрим, к чему все это приведет. Пусть правосудие делает свою работу, мы живем в демократическом обществе, и люди должны получить ответы. К слову сказать, для республиканцев история Саркази лишь подлила масло в огонь. Вот уже вторую неделю во Франции не утихает финансовый скандал вокруг Франсуа Фиона, кандидата от республиканцев в нынешней президентской гонке, которому, кстати, Саркази еще прошлой осенью проиграл в праймарис. В отличие от своего коллеги, Фион решил шоу не устраивать, а лучше устроить на хорошую работу свою жену, помощником в парламент. Это стоило бюджету страны почти 900 тысяч евро. Ее зарплата за последние годы вот только на работе Пенелопа Фион не появлялась. Теперь ее карьерным ростом занимаются правоохранители. Тем временем рейтинг Фиона уже начал падать. По последним данным сейчас он уступает лидеру национального фронта Марин Ле Пен и центристу Эммануэле Маркону. Кстати, Маркон, похоже, единственный из кандидатов, который до сих пор не стал жертвой финансовых скандалов. Правда, на него посыпались другие обвинения в супружеской измене и гомосексуальных отношениях. Первый тур выборов во Франции пройдет 23 апреля. И, похоже, каждую очередную новость из жизни кандидатов здесь ждут, как и самое рейтинговое шоу. Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. И вот, что у нас во второй части. Ушли в минус. Какие результаты показали украинские банки в минувшем году? Неудачное фото. Как снимок с Ангелой Меркель может испортить жизнь? Коснулись дна. Украинские банки в минувшем году потеряли рекордное количество денег. Почти 160 миллиардов гривен. Такие цифры назвали в НБУ. Основные потери пришлись на долю Приватбанка. 135 миллиардов. Впрочем, несмотря на неутешительные итоги прошлого года, в Анацбанке дивным образом сохраняют оптимизм. Банковский сектор показал рекордно больший сбыток в 2016 году. Но это преимущественный эффект Приватбанка. Мы ожидаем, что тенденция изменится в 2017 году. Банковский сектор работает с прибытком. Розги для главного налоговика страны. Дисциплинарного наказания для Романа Насирова просит министр финансов. В своем обращении к обмину Данилюк утверждает, что глава фискальной службы упорно не выполнял ряд поручений, которые ему давали в Минфине. А кроме этого, без спроса ушел в отпуск. Хотя по инструкции должен был сообщить об этом либо Данилюку, либо премьер-министру. 200 тысяч ветеранов МВД со всей Украины требуют от министра внутренних дел повысить им пенсии. На протяжении года они провели десятки акций протестов, перекрывали улицы и создали специальный штаб. Но все тщетно. По словам Нардепа Сергея Каплина, министр Раваков с полицией подготовили специальное письмо и направили соответствующее предложение в пенсионный фонд. После чего, где-то в пути, письмо якобы потерялось. Это очередная манипуляция с боку министра внутренних дел и его команды. Мы обратимся сейчас к министра внутренних дел Генеральной прокуратуры с тем, чтобы они расшукали этот лист, который пропал. У меня и его официальная копия. Второе. Мы будем требовать от министра, требовать от всех органов социальной политики, чтобы такие пенсии перераховали. Если наши требования не будут выполнены, мы начнем очередной этап надзвучайно потужной, безкомпромиссной борьбы с единою, уже политичной вымогою. Повне переформатывание министерства внутренних справ. Издание «Украинская правда» сегодня получило ответ на свой запрос о ходе расследования убийства Павла Шеремета. Полиция рассматривает пять версий. Профессиональную деятельность журналиста, ошибку киллеров, ведь взорванный автомобиль принадлежал Алене Притуле, убийство с целью дестабилизации ситуации в Украине и преступление по личным мотивам. Впрочем, все эти версии в ведомстве Авакова звучали и полгода назад. Завтра министр пообещал рассказать о ходе следствия. Интересно, узнаем ли мы что-то новое. Три в одном. В Запорожье бывший полицейский избил действующего патрульного прямо в районном отделении полиции. Что стало причиной раздора и почему родственники пострадавшего опасаются, что дело это могут замять. В ситуации разбирались мои коллеги. Инцидент с патрульным полицейским произошел 2 февраля, но известно стало только сейчас. Ночью на номер 102 поступил звонок. Цит три города слышны выстрелы. Когда наряд прибыл на место, увидел пьяную компанию на дорогом внедорожнике. Но до протокола дело не дошло. На этих кадрах с камер наблюдения видно, как один из задержанных внезапно бьет по лицу патрульного. Тот падает. В больницу его доставили с черепно-мозговой травмой. По степени она легкой тяжести, но сочетается с переломом костей лицевого черепа. Состояние его на сегодняшний день относительно удовлетворительное. Как выяснилось, избил патрульного бывший инспектор ГАИ. Теперь родные пострадавшие опасаются, что дело могут замять. Мол, у обидчика хорошие связи в том райотделе, куда его доставили. Дело в том, что назначили следователя опять-таки с этого же Вознесеновского райотдела, который ведет сейчас уголовное дело. И вы сами понимаете, к чему это может привести, к тому, что это все зайдет в тупик. О возможных связях бывшего сотрудника МВД слышали, говорят областном главке полиции, но гарантируют, кумовства не допустят. Исходя из того, что мне докладывают и следственные органы, и руководитель данного подразделения, и руководитель патрульной полиции, нет абсолютно никаких проблем в плане затягивания и в плане ненадлежащего расследования данного производства. Пострадавшего патрульного завтра прооперируют. Недели через три он сможет выйти на работу. А вот бывший ГАИшник сейчас под домашним арестом. За избиение коллеги ему светит до пяти лет тюрьмы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробинь. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Скандал в Черкасской области. В селе Матусов местные власти и кадастровая служба выделили землю одному из боевиков. Основанием для выдачи на дело Сергея Добренко стала справка о его участии в АТО. Два гектара он получил в течение нескольких месяцев и с чистой совестью отправился воевать против Украины. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Село Матусов со всех сторон окружают плодородные поля. Правда, земли здесь хватает не всем. Вот уже полтора года ветеран АТО Тарас Заднепряный безуспешно пытается выбить законные два гектара. Я только пишу в АТО, пишу, сразу документы сюда переслал, что я действительно находился в зоне АТО. И Матта начала заниматься моими документами. За землю. И так до сих пор ничего. Из 27 атошников землю в селе получили всего несколько человек. Один из счастливчиков, уроженец Матусова и бывший комиссар Центрального Донецкого военкомата Сергей Добренко. Вот он в российской форме в июне 2015-го клянется в верности Новороссии. Главная задача это защита наших республик. А за две недели до этого Добренко успешно получает два гектара земли в Матусове. Летом 2015-го бывший полковник ВСУ был назначен руководителем аппарата Совета обороны, так называемый ДНР. В отличие от бойцов АТО, земельный на делу наформил без волокиты. Сельский голова разводит руками, дескать, участок выдавали прежние власти. Ну я же не держу его кадастр, я не могу пояснить их действия. Абсурд, но я вам еще раз скажу, что сельская рада не распоряжается ни землею, ни пельгами. Справку об участии в АТО и документы Добренко принес в сельсовет лично, уверяет секретарь. Никакого подвоха она не заподозрила, ведь для нее он настоящий полковник. Там была копия паспорта кода, участник, доведка, участника АТО, инвалида в вийной треке группы. Секретарь сельсовета живет от дома семьи Добренко буквально через дорогу. Возле ворот нас встречает отец Сергея. Для него старший сын, герой АТО. Воевал, а потом попал десь в какую-то контузию, попал в госпиталь и его комиссовали. Где воевав, как воевав, не рассказывал? Ну я питал, он понял боевые задания. С боевым заданием Сергея Добренко в прокуратуре разобрались. Дело по статье госизмена уже отправили в суд, а вот с выделением земли остаются вопросы. Следователи уверены, без помощников здесь не обошлось. Сейчас эксперты проверяют подлинность всех документов, поданных Добренко для выделения участка. А ветераны АТО надеются, что скандал вокруг этого дела сдвинет с мертвой точки и их земельный вопрос. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. И очередной земельный скандал во Львове. Из-за бездействия чиновников мэрии аферисты забирают землю одного из пансионатов. Кто пытается отхватить несколько гектаров территории в городской черте? Выясняла Галина Якушко. Львовский гириатрический пансионат. Здесь постоянно живут около 350 пациентов. Пожилые люди и инвалиды. Вокруг здания поля и фруктовые сады. В конце 90-х за пансионатом была закреплена огромная территория, 19 гектаров. Ее можно было бы использовать для реабилитации больных. Но за 17 лет руководство так и не смогло оформить землетвод. Директор пансионата говорит, в мэрии никак не могут утвердить документы. Львовские активисты рассказывают, из-за бездействия чиновников горсовета землю раздеребанили по частям. Часть территории досталась садовому кооперативу. И там уже выросли элитные дома. Часть оформили под парковку. А на участок в 2,5 гектара претендует общественная организация. Центр реабилитационных инициатив «Деяльный малосердие». Активисты утверждают, это мошенники. Структура зарегистрирована вот в этом доме. Но по данному адресу находится адвокатское бюро. Соседи говорят, никаких общественников здесь никогда не было. А там адреса? Соломи Крушеницкой, 21, партнер 1. Не было. Не было. Жития не было. Но вы тут давно живете? 50 лет. После огласки защищать интересы пациентов пансионаты взялись в департаменты социальной защиты обладминистрации. Его глава рассказывает, он лично просил чиновников мэрии утвердить границы и закрепить территорию за пансионатом, именно для того, чтобы избежать махинаций. Однозначно, что эта земля должна быть закреплена за георитарическим интернатом, и никаких нюансов не может быть. Значит, есть погодение с головой города. Впрочем, оптимизм чиновника может не оправдаться. В мэрии словно не слышали о громком скандале. При службе городского совета дать комментарии пообещали только завтра. Дело, так сказать, сложное. Нужно разбираться в документации. А сессия должна состояться уже в ближайший четверг. Если в мэрии за 17 лет так и не решили земельный вопрос, успеют ли подготовить документы всего за три дня. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львов. Из Львова, наконец-то, вывезли накопившийся мусор. Экстренной очисткой города руководили чиновники из областной администрации. Всего на полигоны во Львовской области вывезли полторы тысячи тонн отходов. Правда, при этом сама мусорная проблема так и осталась неразрешенной. Но сегодня в Кабмине как раз обсуждали, как действовать дальше. Городским властям по-прежнему нужно не допустить экологической катастрофы на Грибовицкой свалке и найти место для обустройства нового полигона. Вы сразу начали работу и там начали наводить порядок. Это принципово важливо. И с фильтратом и так далее. Техника МЧС у вас есть. Мы ее перегнали так, как обещали. Наша поддержка полностью есть. То есть все, что нужно будет дополнительно, мы все допоможем. Во-первых, областная администрация почистила місто Львов, вывез практически полторы тысячи тонн смятя, и мы передали міській владе місто Львова очищенное место для системной регулярной работы. Сегодня міська влада должна укласти угоди с каждой громадой, поехать до громады, переконать их. Западная область замело. Сильнейшие снегопады этой ночью обрушились на Прикарпатти и Буковину. Транспорт остановился. Комнатчики как могут бороться с последствиями метелей. А синоптики прогнозируют новые снегопады. В Черновцах снегопад не прекращался всю ночь. Тротуары чистят дворники, участки в магазинах и ресторанах предпринимателей. Из-за гололёда на центральной площади столкнулись два троллейбуса. Пассажирам и прохожим пришлось выталкивать транспорт из снежных заносов. В Горсовете уверяют ситуация под контролем. Предприниматели, которые не уберут снег возле своих заведений, а штрафуют. Многие из вас могли видеть такие моменты, когда идешь с тротуаром, часть тротуара почищена, часть нет. Инспекции дано доручение, просил бы никого не ображаться, накладывать штрафы за неучесть в прибирании снега. Сильный снегопад ночью обрушился и на Прикарпатти. Под утро на дорогах образовались пробки. На трассе Ивано-Франковск-Львов движение было затруднено несколько часов. На подъемах то и дело застревали фуры. Водители возмущены, рассказывает, снегоуборочная техника на дороге появилась ближе к обеду, а на подъезде к Ивано-Франковску весь день дежурили полицейские. А вот в Закарпатье продолжают ликвидировать последствия наводнения. На прошлой неделе большая вода уничтожила три дома, рухнули стены одного из местных предприятий, потопило полтысячи дворов. Больше всего досталось жителям поселка Кольчина. Дома этой женщины не выдержал напора воды и ледяных глыб. Только в этом поселке потопило 25 домов. Разрушено два пешеходных моста и ограждение на автомобильном мосту. В обл. администрации признают, это наводнение одно из самых разрушительных за последние 8 лет. Убытки еще подсчитывают. Местные чиновники собираются просить денег у Кабмина на строительство береговых укреплений. А тем временем синоптики прогнозируют, в западных регионах снегопады продлятся еще несколько дней. Поднимется и уровень воды в реках. Ольга Поломарюк, Жанна Дучак, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэй. Хороших вам новостей. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова